Ну а теперь, милых дам, бросим сюда, на сцену, Мария Валин против Вероники Прокофьевой. Несевая категория до 60 килограммов. Ну, я надеюсь, нашей аудитории, нашей, по крайней мере, белорусской, не стоит напоминать о том, что такое. Вероника Прокофьева. Вероника Прокофьева. Отсмотрим, что она покажет сегодня. 20 лет ей. Длиннее тут будет второй поединок. Рост 164 сантиметра. И она, мягко говоря, значительно ниже от Марии Валин. У нас бой будет проходить не по правилам K1, а по правилам Muay Thai. Ну, кстати, традиционно, мне кажется, для турнира BFC поединок девушек. Именно оттуда арки, ударный клуб и единоборств делается ставка на тайский бок. Вероника Прокофьева. Вероника Прокофьева. Вероника Прокофьева. Вероника Прокофьева. Вероника Прокофьева. Вероника Прокофьева. Это для нее будет своего рода небольшой юбилей. Уже десятый поединок. Был это она шесть раз одерживала победу. И трижды терпела на удар. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ВЕРОНИКА ПРОКОВЬЕВА! Её обман from the red corner. She's 178, 70 minutes tall. Her official weight is 60 kilos. 32 years old. Her professional record, 6 wins and 3 loses. Мария Валес! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Пожалуйста, внимательно слушайте команды правил Май-Тай. Удачи по углам. Важное напоминание. Не забывайте о том, что у нас будут правила тайского бокса. А это весьма существенное отличие. Заметно разница грозки. Кстати, есть ещё одна разница, на которую стоит обратить внимание. Мария на 12 лет старше. 32 года в Алене. Наших гостей всего 20. Первый раунд. Тайм. Чёрт! И сразу фронт-кик. Вообще работа ногами. Это именно то, что нужно для тайского бокса. Но обращаю внимание на атлетизм Прокофьевой. Собственно говоря, такие ножки отбить надо постараться. Такие ножки обычно отбивают ножки. Да, я понимаю. Ну, кстати, по тайскому боксу, особенно в Таиланде, так принято на серьёзных турнирах, всегда бои, ну почти всегда тайцами особенно, начинаются с жёстких лоу-киков. Это очень важный аспект психологического плана. Ну и для боя, в общем-то, лоу-кик это рабочий удар. Ну а если хорошо попасть, нужно даже завершить бой досрочно. Интересно, как будет Прокофьева тактически действовать. Ну ей это как раз лучше приблизиться, сократить дистанцию. Ну да, я уверен, что она это понимает. Но даст ли это сделать Валю? Валя натыкается на передний джек. Клинч. Темп пока не очень высокий, но он задаётся Марией. Видно, да, что Прокофьева просто работает по ситуации. Да, но она хорошо встречает, не попадает. Ещё раз. Ещё раз. Здесь нужно всегда быть аккуратным, да, когда идёт вот такая работа, да ещё в центре октагона это реперинг. Здесь упереться, это ещё нужно пройти 2 метра, чтобы упереться в сетку. Если мы говорим о кикбоксинге в октагоне, это такое, да, вот специфическое ощущение, то Муай-Тай тем более. Потому что в тайском боксе клинч имеет более существенное значение. Кардинально. Я, конечно, не знаю, но мне кажется, сейчас Прокофьева нанесу столько точных попаданий в голову, что аж старше, что будет дальше. Посмотрим. Ну, она вообще лишнее движение всё бы не делает, она всегда очень устойчива на ногах. То есть, в себя получается заряженное движение, заряженное на удар. Она принимает ногу от Вален, спокойно, и начинает атаковать. Ну, и посмотрите, да, девушка, которая, получается, у нас, ну, сантиметров 14, не иже, да, это я имею в виду Прокофьевой. Умудряется ещё и хоккей запускать, не хуже ракет-маска. Ну, что ж, первый раунд завершён. Ну, то попадание, ну, конечно, это чисто с пубъектива, но не знаю, как Андрей, мне кажется, что у Вероника попало особо больше. Да, мне кажется, что Прокофьева, удар Прокофьевой достигли цели намного чаще, чем от Марии. Что стало для меня полной неожиданностью, потому что мне казалось, что из-за длины рук Марии она по удержает на дистанцию, ну и ног, естественно, да. Ну, Прокофьева спокойно подходит кокус поближе. И тем интереснее становится поединок. Вот видите, да, то, о чём мы с вами говорили. Комбинационная работа, в том числе и хай-кики, но для Прокофьева по пути достать голову Увален. Опять же, в случае того, что она выше до 14 сантиметров, это показатель определённого уровня и мастерства, и смелости. Такой отчётливо тайской работы в первом раунде мы с вами не увидели, посмотрим, как будет дальше. Кстати, я скажу, что и в клинче на скрутках Прокофьева может быть опасной. Опять же, даже с учётом антропометрии. Но пока в клинче всё-таки не входит, где-то не другая. Да, я сказал бы опасная, милая девушка Прокофьева из России в 20 своих лет. Не даёт возможности взять захват, совершить скрутку. Пропускает сейчас Прокофьева. Держат удары наши девушки по мальчику. Пропускает удары Стрельба. Держат удары, держат удары, пробусти. Держат, держат, держат. Держат, 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 держат. Держат, держат, держат. Кричат, смотри, еще бе, еще бе, не отпускает, коленями работая. Она это и делает успешно. Ну, конечно, на правах супруга, так сказать. Жёстко, но по делу. Он командует Дмитрий. Он искренне переживает вдвойне. Я вообще не представляю, как это, если честно. О, хороший уже. Это вариант был, да, был все с локтем. Это очень опасный удар. Буквально повезло, как это было. Ну да, по дистанциям. Дистанция его выручила. Попытка ей ответить за классическим бэксистом с кулаком. Это реально очень опасный удар. Его заметить значительно сложнее, чем удар. Более амплитудный, да, опасный. Есть бойцы, которые постоянно этим живопотребляют, когда это все читается. Он вылетает за один раз? Да. Я помню, как Алексей Радованюк на чемпионате Европы по рукопашному бою в финале выродил так своего оппонента из России и стал чемпионом Европы здесь в Минске. Ну, тем более по рукопашке. Да, был чемпионат Европы на полном в Минске дворце спорта. Два года назад. Мы должны были и в этом году проводить в мае чемпионат Европы по рукопашному бою. Но из-за всех понятных условий из мира его отменили и перенесли. Ну, вот подсказки идут от супруга. Да, вот сейчас только послушалась Мария. Рот-кик, так называемый тип, как это принято говорить. Муай-тай в голову. Ну, что ж, второй раунд тоже получился непростым. Прокофьева, в принципе, попадало немало. Вообще надо сказать, что угол у Марии и Дмитрия. У Дмитрия вообще двое. Тут еще плюс и Дмитрий Песецкий, и Виталий Гурков. В общем, не знаю, можно, наверное, ослепнуть, если слишком присматриваться в красный угол. Ну, давайте посмотрим еще, что вокруг идет. Тут, я не знаю, считанные сантиметры. Просто повезло. Могла быть просто очень неприятная иссечка. Ну, лучше. Ну, что ж, нужно будет выкладываться на Марии. Ну, если так вот оценивать объективно, выглядит медленно. Медленно. То есть, как будто преимущественной скоростью у Прокофьевой нет. Вряд ли будет в этом раунде. Но посмотрим. Может быть, вот за счет топометрии что-то предпринять. Пока Прокофьев очень уверенно проводит этот поединок. Ну, а Байкер с локтами был неплох. Скорости у Прокофьевой нет, но удары достигают своей цели. Мне кажется, Марии нужно задуматься немножко о защите. Потому что спортсменка, она очень опытная. Но как-то пропускает она многовато. Ну, скорости не хватает. Очень повлияла пандемия на всех спортсменов в мире. Потому что у некоторых не было условий тренироваться. И теряют свои кондиции. И приходится очень долго их возвращать, восстанавливаться. Ну, тем более, тридцать третий год уже. И страдает привычку. Сунышко, давай, давай. Очень интересно бы знать, что сейчас судьи ставят бойцам, посмотреть очки, кто выигрывает сейчас, потому что мне кажется довольно-таки равный поединок. Первый за права Прокофьева раунд, второй варен. Это мое субъективное мнение. И сейчас они идут ровно. Может быть у нас будет второй в истории BFC в этом году X2 раунд? Вполне возможно, с учетом опять же, ну это просто объективно, хозяйского статуса, Мари, то есть здесь почти нормально в мире спорта вообще и единоборств в частности. Но Прокофьеву мне нравится, Вероника очень профессионально работает. Не растрачивает силы на пустые удары. Сил уже не хватает, да, но чувствуется, что налились ручки. Мари уже тяжеловато даже держать их в нужной позиции. Ударом точно не хватает акцента. А Прокофьева продолжает. Попадает, еще и хайкиком. И получается вот правая рука, да, здесь видим, что Марии уже тяжело держать ее в защите. И нащупала Прокофьева вот этот вариант. Есть еще 15 секунд и она вот пытается поддавить. Не знаю, не знаю, третий раунд. Объективно Прокофьев вроде выглядит получше. В чем так ощутимо. Тяжелый, тяжелый поединок для обеих. Девчонкам большое спасибо. Посмотрим, каково будет решение арбитра, решение судей. Очень-очень мы ждем, очень интересно. Экстра раунд реальный. Ну, будет ли? Вряд ли. Нет, вряд ли. Может, подустали и та, и другая, все же судьи тоже это оценивают. Есть решение. Мне кажется, экстра раунда не будет. Экстра раунд. Дорогие горы, друзья и джанеры. Эндь, эсфайн. И победит выбородов... Вероятно президент Веронита Прокофьева. Аффективно. Мы, конечно, желаем успеха нашим соотечественникам и соотечественникам, но Вероника, особенно за счет третьего раунда, очевидно, выиграла этот бой. Да, желаем удачи Марине. Не отчаиваться, мы очень ждем ее в рингах, в автогонах, на всех мировых площадках и только победы. Вторая победа, Прокофьев. Вероника, поздравляю тебя с победой. Мне бы хотелось узнать, легко ли она тебе далась, как прошел бой. Вероника, поздравляю тебя с победой. Мне бы хотелось бы понять, был ли это близкий бой, или как это было в твоем оппоненте? Все бои тяжелые, несмотря на то, что оппоненты перед тобой. Поэтому мы готовимся каждого как последнего. Я радуюсь на сестра. Все бои тяжелые и близкие, несмотря на то, что противоположные. И я пытаюсь готовить 100% каждый бои. Вероника, каждый бои. Ну что же у тебя есть возможность поблагодарить того человека, кто тебя готовил? Я хочу сказать большое спасибо моему тренеру, Федотову Сергею Владимировичу, моей мамочке, моей семье. Спасибо, что вы всегда рядом и помогаете мне. Ну что же, мне кажется, что слезы тренера говорят обо всем. Поздравляем тебя еще раз с победой. Увидимся! Субтитры сделал DimaTorzok